Друзья, я хочу вас поздравить с наступившим Новым Годом, хочу вам пожелать всего самого лучшего, оставайтесь искренними. В общем, я вам сегодня хочу показать, как мы отпраздновали этот Новый Год, и я вам хочу сказать, чтобы вы меня поддержали лайками, потому что я все-таки делаю для вас контент без рекламы, стараюсь на максимально выложиться для вас. В общем, поддержите меня лайком, в общем, смотрите этот выпуск, и я, наверное, знаю, что вы хотите услышать в этом году. Желаю мира и приятного просмотра, в общем, смотрите, как все происходило в этом году. В общем, друзья, до Нового Года осталось 9 часов, и мы только выбрали супермаркет, вот, можете посмотреть. И мы сейчас хотим сделать закупочку для новогоднего стола, пришли в супермаркет, людей очень много, вы посмотрите, сколько здесь людей. Наша задача сейчас найти тележку для того, чтобы можно было складывать продукты. Хорошо, пошлите от начала супермаркета и посмотрим, есть ли там тележки. А тележек нету? Воскопаю, все где-то по залу. Я понял. Есть 10 штук. Ага, я понял, спасибо. В общем, пошли тогда искать их, надо нам по-любому тележка, потому что в руках мы носить не будем, а корзинки нам будет мало. Бери, бери. А может, это чья-то? Да нет. Нет? Она стоит просто. Тогда берем тележку и поехали закупаться в супермаркет. В общем, первым делом мы хотим овощи купить. Для этого мы приехали в овощной отдел, возьмем морковь, она тут по 7-16. Нам надо штучки две для салата. Оливье добавим. Еще посмотрим, куда там нам надо. В общем, берем две штучки. Вот, одну. И давайте. Она тут такая огромная, что просто капец, маленькой морковки нет. Вот, вторая. Далее. Тут есть лук, репчатый, желтый. Мы тоже его возьмем. 7,8-7. Закидываем 114, и морковь сколько там? 115. Давайте взвесим лук. Здесь 364 грамма, кнопка 114. И лук обойдется на 3,15. И морковь почти полкилограмма, 450 грамм. На 3,24. Так как в упаковке картошки нет, то мы возьмем вот эту вот мытую. То, что осталось, 19-18 стоит. Набираем, нам надо картошки нормально. Ну, и что ты не едешь? Сломался? Непонятно. Еще не работает. Там закончилась лестничка. Облом. Не работает. Пошли туда. Да. Кнопка 13. Картошка обойдется на 45-46. У нас 2,5 килограмма. С другой стороны мы носили здесь огурцы 89,50. Возьмем несколько шлюжек. Тут как раз их немного осталось. Кнопка 19, запоминай. И возьмем лук-порей, друзья. Стоит 37,13. Тоже надо взвесить. Кнопка 63 и 19. Нашли здесь перец зеленый, но мы возьмем оранжевый. В 169,90 надо прорываться, чтобы взвесить его. Кстати, я еще взвесил лук-порей на 5,87. И, соответственно, огурцы на 21,66. Очень дорогие, кстати. В общем, взвесил перец на 30 гривен 90 копеек. 2 штуки обошлось. И надо взять свеклу. Она здесь стоит 5,50. Самая дешевая, что тут есть вообще. Вот мы, конечно, разобрали. Уже осталось что попало. В принципе, 31-го невыгодно ходить в супермаркет. Лучше ходить все-таки 30-го. А то и 29-го. Энергии мелкие. Я думаю, что надо взять этот 3. Нашел здесь грушу вот такую. 69,90. Твердая, хорошая. Нам такая как раз таки надо. Одна груша на 24,74. Есть. Для фаршированной курицы нам понадобятся грибы. Мы решили взять вот такую вот упаковку. Нам все равно порезать. Там есть хорошие по 70 гривен. Ну, мы возьмем вот эти вот дешевые за 32,50. А вот эти вот сколько? Потому что это еще дешевле. Их что-то мало. Да, 29. 29,50. Так они даже посимпатичнее будут. В общем, берем такую вот упаковку. 400 грамм. И свеклу мы тоже взвесили. На 1,89 получается. Дальше нам надо... Как ее это? Слива. Но сливы нету. Походу возьмем тогда чернослив, друзья. Смотрите, вот такая вот упаковка чернослива стоит 22,41. Нам пойдет. Берем ее. И нам еще понадобится курага. Берем вот такую вот упаковку за 16,55. Для фаршированных яиц нам понадобится сыр бри. У него как раз таки акция. Он в половину дешевле. Поэтому возьмем небольшой кусочек. И смотри, где она дата. Вот 27, а вот 30. Ага. Есть не свежие, да? Ну, я думаю, 2 дня имеется. Вот, есть 30, да. Вот такой вот кусок возьмем за 42,54. Так, и пошлите дальше. Посмотрим майонез. Вот. Вот этот вот майонез нам подходит. Че он хороший? Че вы так смотрите? Оператор на меня смотрит и кривляется. Это нормальный майонез. А че не Олком? Олком дороже? Ну, где ты его видишь? Ну, давай возьмем Олком. Вот. Хорошо. Стоит он хизискока. Две упаковки осталось. В принципе, разобрали. Нормально берем. Возьмем еще фиэту. Самая дешевая здесь 22,90. Это есть подороже. Есть за 39. Ну, мы возьмем вот такой упаковки. Также надо найти крем-сыр. Вот. Я нашел сыр Филадельфия. Украинская. Смотрите. 26,90. Возьмем, попробуем. Еще мы для салата хотим взять красную рыбу. На нее как раз тут акция. Возьмем вот такой вот кусок за 92,50. Слабосоленая, друзья. 180 грамм. Берем. И дальше проезжаем. Смотрите. Здесь 7 червак, да? Нам надо банка тунца. И саргина, тилька, скубрия. Вот. Нашел. Но это дорогое. 60 гривен. В собственном саду. Вот. Нашел вот такую маленькую банку. За 34,50 банка. Берем ее. Здесь 95 грамм. И еще мы хотим взять оливки зеленые. Так. Вот. Есть. С косточкой. А мы хотим взять без косточки. Так. А ну-ка смотри. Где они тут находятся? Может, ты где-то видишь? Да. Есть? Они с косточкой? Попуковка. Так. Это тоже с косточкой. Нам надо без косточки. А вот без косточки. Вот это они пупутки. 17,50. Без косточки. 200 грамм здесь закидываем. И еще мы хотим взять вот такие вот грибочки. За 34,45 здесь 280 грамм. И поехали посмотрим на развес маринованные огурцы. Но перед этим мы возьмем, друзья, вот такую вот кукурузу за 105,20 за килограмм. Нам надо грамм 100. Будем фаршировать курицу. Так. Смотрим. 262. Ну, пусть будет больше. Кукуруза обойдется на 27,35. Вот этот пакет. Пока мы находимся в отделе мороженых продуктов. Я здесь увидел, что есть журавлына. Она нам надо для салата. Но посмотрите на цену. Она 160 гривен. Поэтому мы заменим на вот эту вот смородину. Возьмем вот столько вот. Почти 100 грамм. 78 грамм. Кнопка 26. Нажимаем. И что, почем? На 5 гривен. Это другой разговор. Не 60 же гривен брать. За упаковку для салата. Так что, закидываем. Поехали. Посмотрите, какой продуманный магазин. Они уже отварили овощи для салата. Чтобы они парятся. Это у нас свекла. Дальше картошка, огурец. Сразу берешь и оливьешку делаешь. Здравствуйте, а можно 4 огурца? В общем, огурцы на 21 гривну 94 копейки. Не дешевые, я вам скажу. Поехали в мясной отдел. Посмотрим мясо. Здравствуйте. А можно куриное филе? Да, можно. Спасибо. С наступающим. Так, в общем, взяли куриное филе на 71 гривну 2 копейки. Здесь почти 800 грамм. Надо взять шампанское для новогоднего настроения. Тут есть шампунь какой-то дорогой. Возможно, надо с другой стороны посмотреть. А ты знаешь? Да. Мне кажется, что у нас не продают уже советское. В смысле, должны продавать. Вот оно. А ты говоришь, не продают. А что это за фирма? Советское шампанское 2020. 94. Игристое. Это вино. Ну, оно все вино. Ну, потому что это, типа, дешевый вариант, это игристое вино. Настоящее шампанское, это вот. Оно даже дешевле стоит. В общем, берем советскую шампанское. Ну, типа, потому что это не даромое. Пришли в хлебный отдел. И тут багеты горячие. 5,90. Берем одну штуку. И хлеб тоже надо взять какой-то вкусный. Потому что багета будет мало. Так, и возьмем один батон. Стандартный хлеб. 12,90. За одну буханку. Так, и дальше нам надо взять горчицу. Так что поехали туда и приправы посмотрим. Тут, кстати, есть еще и горчица. Берем американскую. С куркумой. Стоит 6,75. Закидываем. И также нам надо взять приправу тимьян. Давайте посмотрим, где она здесь находится. Вот такую вот упаковку нашел здесь. За 6,64. Закидываем. И возьмем меленый перец. Вот такую вот упаковку. 10 грамм за 3,90. Супер. И также я еще хочу взять хрен. Вот такой вот белый острый за 10,56. 130 грамм. В принципе, мы взяли все, что нам понадобится. Так что едем на кассу рассчитываться. Посмотрим, сколько получится за наши продукты. В общем, друзья, пришел я уже домой. Вот такие вот 3 пакета у нас получились. И наша закупка составила 824 гривны 75 копеек. В общем, у нас тут еще есть печенье. Соня утром приготовила. Друзья, я очень голодный. Набросил с себя салатом у нас был. У нас рыба, яйцом. Я с хлебушком покушаю. Ах ты засранка такая. Посмотри, что она делает. Сыр? Да. Я в жизни хоть сыр попробовала. Она и вкусно так, вот, говорит, повылизывала. Сыр бри, конечно. Ребят, в общем, мы уже начинаем готовить. Мы поставили здесь яйца отварить. Они уже отварились. Тут у нас филе готовится. Тут мы еще отвариваем картошку. Свеклу и морковь. Также я картошку помыл. Обскубал ее от перьев. Немного были перья. И теперь надо добавить соль наверх. Вот так вот. С двух сторон. И внутрь тоже. И перец. И Соня тут нарезает начинку для этой курицы. В общем, то, чем мы будем фаршировать. Смотри. Сюда входит грибы. Потом кукуруза. Курага. И курага. Ты вижу сюда какие-то приправы добавляешь? Да. Тимьян. Так. И еще, еще. Соль, перец и подсолнечное масло. После того, когда я курицу натер перцем снаружи, внутри делаем то же самое. Добавляем перец. Вот так вот. И соль. Добавляем подсолнечное масло внутрь, снаружи. И натираем. Для того, чтобы курица не была сухая. Достань паприки. Открою. Вот эту вот. Нет. Да. Открывай. И вот сюда вот надо насыпать. Сюда? Да, да, да. Все. Она у нас будет красная такая, хорошая. Так. Теперь сюда еще тоже добавим подсолнечное масло. Здесь я, ребят, подготовил зубочистки. Для того, чтобы потом зашить вот это вот отверстие. Так. Теперь берем вот эту вот начинку. Грибы, кукурузу и курагу. Места тут много, ребят. Поэтому я курицу так вот переверну и буду рукой наполнять. Потому что вилка не совсем удобная. Теперь берем вот эти вот зубочистки. И вот так вот берем. С одной стороны прокалываем шкульку. О, шкулька крепкая. Не так просто это все оп, прокалываем. И с другой стороны точно так же. Вот так вот надо скреплять это все. И вот так вот, ребят, прокручиваем. Получается, проколы всего три происходят. Чтобы ничего не выпадало. И всего-то у нас уходит, ребят, три зубочистки. Гуховка уже разогрелась. Курицу вот таким вот образом отправляем. Никак не иначе. Потому что с другой стороны там мяса не особо много. Там чуть-чуть. Вот надо, чтобы именно так было курица. На спине, можно сказать. Примерно на полтора часа. Будем смотреть по готовности. Может быть даже два часа. Следующий салат я буду готовить с сыра. Вот это вот Филадельфия. Потом тунец туда буду добавлять. И оливки нарежу. Заправлю это все лимонным соком. Перекидываем сюда консерву. Вот так вот всю банку. Туда же будем добавлять вот этот сыр. Давайте его попробуем. Нормальный, хороший сыр. Еще берем пол упаковки. И сюда вот перекидываем. И наверх добавляем лимонный сок. Вот так вот. И осталось туда добавить вот эти вот оливки. Примерно пол упаковки. Это плохо поразрезал, поэтому беру. И вот каждый кусочек вот так вот отрываю. И теперь вот так вот берем и перемешиваем. Все, что у нас тут есть. Это будет у нас такая вот намазка на хлеб. Тут не надо писать комментарий, что... Сыр с рыбой несовместимой у вас с утра мочелло. Такого не будет. Ты сам придумал. Тебе еще никто не написал. Написали. Я тебе говорю, что написали. Иди почитай. Дальше. Я взял нашу грушу, разрезал наполовинку и натираю солью. В общем, все. Теперь отправляем ее в духовку. Чтобы она запеклась. В общем, друзья, мы тут делаем стандартное оливье. Только добавляем вареное филе. Потому что так вкуснее. Вместо колбасы. Я тут уже порезал картошку. Вот таким вот образом. И сейчас ее буду обжарить на сковородке. В общем, включаем огонь. Тут я достал вот эту вот грушу. Она уже запеклась. Здесь мы запекалась. Картошку жарить, ребят, буду на вот таком вот топленом масле. Собственно, производство. И так как у нас масло топленого не густо, добавляем еще подсолнечное. Все. Сейчас растопится масло. И будем обжаривать картошку. Ребят, в общем, мы уже приготовили картошку. Вот так вот она выглядит. Смотрите. Типа картошка по-гречески. Да. Жареная картошка с луком-пореем, болгарским перцем и сыром фетой. Соня сюда добавила еще чеснок. Да, еще чеснок там есть. В общем, вот так вот мы ее обжарили. Да, потом ее помешаем уже, когда будем ложить на тарелку. Вот как отлично. Да, и, соответственно, еще яйца приготовили. Да, яйца. Вот такие вот фаршированные. С сыром бриф и желток. Все перемешано и запеченый духовки где-то 10 минут мы запекали. Еще мы приготовили салат. Сюда входит груша, куриное филе, картошка, маслины и что еще? И помидоры. Ой, боже. И грибы, шампиньоны консервированные. И оно будет заправляться вот таким вот соусом, типа домашним майонезом. Мы его блендере смешали с ягодами, чесноком, желтками там. Да. В общем, осталось нам сделать бутерброды, потом... Курица достать, она у нас тоже готовая. Вот так вот она выглядит. Давай покажем. Вот, смотрите. Оп. Вот такая вот красота. Она уже, в принципе, готовая. Да, ну накрыть на стол, в принципе, и все. И покажи вам, что у нас получится. Да. Здравствуйте, мои хорошие, я вас поздравляю. Иди сюда, иди. Дедушка Мороз пришел. Дед Мороз, порадайся. С Новым Годом. Поздравляю вас пришел. Чтобы у вас были лайки, коментарии, чтобы подписчики вас любили. Такий Дед Мороз до вас пришел. Так что пошли, наливайте. Это вам диней подарочек. Держитесь. Спасибо. Оп. А теперь провожайте Деду, наливайте. Пошли, Дед. Да, ну и что? Ну, Дед мой маленький. Спасибо. А собака гавкает. Проходьте, пожалуйста. Заходи. Дедушка. Да. Верри Крисмас. Печенье домашнее. Что это вы нам принесли? Что это такое? Что это такое? А ну, покажите, как все открываем. Это джин? А ну, покажите, будь ласка. Сейчас вам профессионал, Дедушка Мороз, покажет. Вот, вот так он. Оп. Оп. По чуть-чуть. И надо чуть-чуть пепсиколы. За старый Новый Год. Чуть-чуть, чтобы пепсиколы. Вот там пепсикола у нас есть. Вот там, бля холодильника. Ага. А ну, подай. Запасы. Падись уже старый. Так, ребят, чтобы вы понимали, сейчас уже у нас 9.07. Старый Новый Год. Мы сейчас будем на стол все накрывать. А Дед Мороз уже до гек надо. Наливаем. В общем, посмотрите, какой красивый весь в салюте. Вся хата в салюте. Коридор весь в салюте. Новый Год полным кодом. Так, в общем, выпьем за старый Новый Год. Берите. Чтобы было все хорошо. Чтобы все равно хорошо мы едем. Чтобы все подарки сбывались. Все желания, которые вы загадали и мы. В общем, сейчас будем, ребят, накрывать на стол. Будем переносить все, что у нас есть. И провожать старый Новый Год. Ребята принесли с собой салат. Вот этот вот, да? Это крабовый. Да, вот этот. Крабовый с ананасами, кукурузой и яйца, я так понимаю. Да, смаконики. В общем... И вот такой салатик. Где? Вот он, смотри. Вот этот вот салат с виноградом, яйцами и... Курочка, куриное филе, грибочки, яички. Так. В общем... И Сонина мама передала вот такой вот холодец нам. Пойми, показывай, что ты там принес. Я в шоке, ребят. Вы посмотрите, что он принес. Он сдурел. Что это такое? Бухло, 6 литров. Короче, жесть. Ребят, в общем, мы сейчас будем садиться провожать старый Новый Год. И в планах у нас поехать в центр города и встретить на ёлке Новый Год. В общем, ребятки, выбрались в центр города. Идём встречать Новый Год под ёлкой. Сейчас на часах без 18 минут 12. Так что Новый Год будет скоро. По дороге уже слышали кучу взрывов. Разные динамиты взрывают. Вот это немного напрягает, потому что кидают под ноги. А так, в принципе, всё мирно. Люди идут даже с детьми. Ваши впечатления? Страшно. В одни матюки. Страшно, да? Страшно. Эпично. Возле метро там жёстко, бахкает. А тут как-то поспокойнее. Сейчас идём. Смотрите, там люди. Мы поднимаемся на Софийскую площадь с Майдана Независимости. Вижу колесо обозрения красивое. Посмотри, как бегает. Идем на прон. Всё здесь вроде бы неплохо, но только не хватает снега. Был бы снег, была бы новогодняя атмосфера. И давайте помним, что любить Украину означает любить всех украинцев. В якому куточку в нашей Украине они не народы. Уже 59 минут. 23.59. Одна минута осталась. Подержишь, пожалуйста. Так, когда мы застали, мыслись. Вот так, только воздух. Всё? Воздух. Да, воздух стреляет. Ну да. Давай, я раскрую уже. Всё, наши шутки. Майдер, давай. Майдер, давай. Майдер, давай. Майдер, давай. Майдер, давай. Майдер, несусь в нас. Четыре! Три! Два! Четыре! Два! 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 Два!